То, что сегодня президент Беларуси сохраняет исторические корни, историю не переписывает, а действительно показывает ее, какая она была, и трагические моменты, и большие моменты, то это, конечно, очень впечатляет и очень радует. Знаете, я прежде всего хотел сказать, не только это красивое здание, оно, во-первых, свободно для посещения жителей республики, ну и, конечно, кто приезжает сюда, очень хорошо сделано, и мне, как сказали, всего за два года местные строители построили это здание. Ну и, знаете, меня очень впечатлило, и я делюсь со своими коллегами, да и со жителями, это, конечно, послание президента белорусскому народу и белорусскому парламенту. Знаете, очень мы слушали, наблюдали, очень искреннее, очень искреннее послание, и практически были ответы на все вопросы, то есть не было каких-то полутонов. Было сказано так, как оно есть на самом деле, очень важные слова были сказаны о независимости. И то, что для меня лично, и для, безусловно, и, конечно, и моих коллег, это подход развития республики. Он эволюционный, а не революционный. Поэтому, ну, наверное, достаточно революции, там, Советский Союз пережил, Россия пережила разные революции, поэтому именно эволюционный путь развития республики, о чем было сказано в послании, он, конечно, вот впечатлил и меня, и моих коллег. Если говорить о нашем визите, то наш визит, прежде всего, конечно, он посвящен 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И мы договорились с музеем, и по поручению президента Белоруссии Владимира Владимировича Путина, мы привезли сюда ряд экспонатов в музей. Сегодня выставка организована, а часть экспонатов оставим в этом музее, потому что у нас было одно горе, была одна война, но у нас была и одна победа. И сегодня президент Белоруссии четко обозначил, что очень трагические моменты были как и для республики, так и, конечно, и для Ленинграда. Были большие жертвы, но, тем не менее, наши народы выставили. И мы, кроме экспонатов, привезли блокадный хлеб, который пекли в 41-м году. По тем рецептам сегодня хлебопеки из пекли мы подарили части президента, оставили части в музее. Ну и фильм привезли, это «Седьмая симфония» Шостаковича Дмитрия, которую сегодня посмотрят. Я очень рад и нашей встрече с президентом, и встрече с блокадниками, которые живут сегодня в республике. И та забота, которую оказывает и правительство республики, и президент, оно, конечно, заслуживает большого уважения, с таким вниманием относятся к заслуженным людям. То, что касается экономического развития, развитие между Санкт-Петербургом и правительством республики продолжается, оно очень динамично развивается. Я хотел бы отметить, что если сравнивать с 2020 годом, 2021 год, то товарооборот, это почти 32% дает нам. Это такой хороший товарооборот, и мы его как бы не снижаем, я думаю, что по итогам года он будет еще выше. Это, безусловно, конечно, то, что касается пассажирского и общественного транспорта. Уже 400 машин МАЗа курируют и работают в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Мы уже закупили порядка 150 троллейбусов. Сейчас разговор шел о электробусах. Мы строим новый парк электробусов, поэтому сейчас ведутся переговоры по поводу возможности закупки электробусов с белорусских предприятий. Бессловно, конечно, это сельское хозяйство. Хотел отметить, что очень вкусная продукция. В Петербурге ее очень любят. Я сам люблю эту продукцию. Спасибо, президент подарил несколько образцов этой продукции. Поэтому с удовольствием попробуем. Она настоящая еще по тем правилам, которые еще когда-то были в Советском Союзе. Но я думаю, они еще более ужесточены на сегодняшние требования. Это тоже поставки продукции. Бессловно, конечно, вопросы связаны с обучением. Это взаимодействие между нашими вузами. 2400 студентов учатся в петербургских вузах. 350 студентов – это среднепрофессиональное образование. Это тоже хорошее. Мы договорились, что будем увеличивать количество обучающихся в нашем городе. Особое внимание президенту уделил научному нашему взаимодействию. Это касается и академических наук, и прикладных наук. То есть, подчеркнул президенту, нужно уметь получать новые знания. Новые знания. И использовать их уже на благо двух наших народов. Один из важных вопросов – это уже касается медицины. У нас хорошее взаимоотношение с Министерством здравоохранения. И хочу сказать, что мы во время непростого этого периода ковида мы делимся своим опытом. У нас есть программа развития строительства соответствующего предприятия. Здесь уже непосредственно на территории республики. Поэтому хорошее взаимодействие. Ряд других направлений, о которых мы сегодня говорили. И я очень рад, что наши отношения динамически развиваются. Мы действительно два братских народа. Объединены в одно союзное государство. И должны друг другу помогать. И я уверен, что так оно и будет. А Петербург всегда был с республикой. Всегда и останется с нашим братским народом. Хотел бы пожелать жителям республики процветания, благополучия, стойкости. Вместе мы справимся.